Друзья мои, здравствуйте! В Майами сегодня ураганная погода. Я бы хотел рассказать вам о моих последних приключениях и сколько получилось у меня снять с этих пяти юнитов и сколько я продал картин за то время, что прошло с момента покупки юнита с ликвидацией галереи. Да, погода очень-очень неприятная, поэтому поехали быстрее в новый выпуск! Да, в Майами сегодня абсолютный ураган, он длится уже пару дней и по новостям, по сводкам погоды будет продолжаться еще, наверное, дня 3-4. Нашел вот такие вот серебряные монеты, как вы знаете. Это у нас 10 долларов, но она такая, более увесистая, Элизабет. И вот такие вот долларовые монетки, Сильвер. С лобовой части они выглядят вот так вот. InGotWeTrust 2016. Все это инвестиционные, как я понимаю, серебряные монеты Федерального резерва. Да, ну это, конечно, такая, так сказать, убитие можно, если кинуть. Что же у нас по драгоценностям? Вот такая вот статуя египетская древняя. Ладно, это не имеет отношения к делу. Есть вот такое украшение, потому что, как вы помните, или не помните, я уже выкладывал коротенькое видео про то, что нашел песок. Так, статуя у нас уходит на второй план. Я вам покажу песочек. Вот у нас золотой песок. И здесь также еще золотые украшения. Все это из одного юнита. Это все эти монетки. Вот это золото. Золото. А камешки это бриллианты. Сейчас я возьму через пару минут аппарат и покажу вам, что это на самом деле. И очень-очень много серебра. Кстати, я думаю, что вот это золото, но нет. Розовая бламинго, звезда заката, это не золото. Зато очень много вот таких вот красивых серебряных украшений. Вот эта цепочка мне нравится. Очень прикольная. Такая вот интересная. Тонкая работа. Да, извиняюсь, испачкал руки. Драгоценности всегда очень-очень грязные. Много вот таких вот серебряных. Я думаю, что это именно. Но не вдавался в подробности. Вот такое вот серебришко. Разбитые браслеты. Жемчуг с серебром. Вот такие серебряные украшения. Вот такое интересное. Тоже браслетик. Сердечко какое-то. И у нас здесь проба. Проба, проба, проба. А, проба у нас вот на молоточке как раз стоит. 9, 2, 5. Это под вопросом, что же это такое. Ну, такое прикольное. Вот есть еще серебро тоже. Кольцо. Как вам такое кольцо? Все, пойду в люди. Красота. Опа, опа. А теперь его надо снять. Да, пока я снимаю кольцо, пойду схожу за тестером, я вам покажу, что есть настоящие бриллианты. Какое количество. Ну, и примерная каратность. А, здесь у нас еще, кстати, вот такие вот есть штучки тоже. по 22 карата. Их две. Одна. И вот под золотым песком у нас вторая. Тоже 22 карата. О, а здесь у нас, кстати, тоже какое-то украшение. Украшение, украшение. А, здесь у нас золотой браслетик. Ну, тоже 14 карат, на самом деле. Италия. Вот было бы все это 22 карата. Это было бы, конечно, очень-очень интересно. Ладно, иду за тестером, показываю вам, какая каратность у бриллиантов. Так, вот такой вот у нас тестер. Сейчас мы его подгоним. И вот меряем центральный бриллиантик, который в большом кольце. Ну, как я вам и говорил, здесь еще есть колечко вот с такими маленькими бриллиантами. И, конечно же, вот этот вот браслет. Такая вот история. Ладно, ребята, прощаюсь, но ненадолго. Сейчас мы с вами поедем за новыми покупками. Или, если не поедем за новыми покупками, я расскажу что-то интересное из того, что здесь еще нашел. Как я вам и обещал, показываю процесс отлива из золотого песка в золотые слитки. Бурим чашку, глазируем днище ее. Все это делается на каленом кирпиче, на специальной теплостойкой керамике. Подобрали специальный инструмент. И я думаю, что буквально 2-3 часика мы это все сделаем. На самом деле, снимать не очень удобно. Я статистик сегодня забыл. А процесс нужно делать, потому что у нас подгоняет время. Скоро Новый год. И нужно срочно выливать золотые слитки. Готовиться к подаркам от Деда Мороза. Чашка подготовлена. И здесь у нас золотой песочек. Сейчас мы его будем высыпать в эту чашку. Но на самом деле не все так просто. Сразу все туда высыпать не получится для того, чтобы понять, как идет процесс. Потому что песок золотой давно в слитке я не плавил. Сейчас нужно оттестировать всю эту ситуацию. Посмотрите, как заглазировалась чашка. Она подготовлена для золотого песка. Смешали немножечко золотого песка и буры. Сейчас будем пробовать гранулировать, смотреть, как идет реакция. Буквально полчасика, я думаю, будет. золото уже формируется в небольшой слиточек. Я думаю, минут 7-8 и все будет хорошо. Но, конечно, все это очень тяжело, потому что вот это происходит подобным образом. Приходится качать. Нужна лягушка на самом деле, но ее нет. Пользуемся подручными средствами. И вот здесь вот уже видно, формируются небольшие сгустки золота. результаты неутешительные. Золото здесь были буквально единицы. На самом деле, как я понимаю, это счищали с металлизированной посуды по золоту. И в результате чего получилась вот такая металлическая крошка с примесью золота. Да, печально, но будем продолжать. Будем продолжать. И вот так вот серебро превращается в капельку обычного металла. Да, наконец-то мы достигли нужной температуры. Правда, с золотом неудача, но серебро все же нормально. Процесс идет. Достигли температуры, будем изготавливать украшения. С золотом получилась небольшая неудача, а серебро вылилось вот в такую каплю. Да, а у золота металлическая примесь, пытались переплавить, но на самом деле счищали то ли с металлических украшений по золоту, то ли с чего-то еще. Есть примесь золота, но очень мало. Друзья, перед Новым годом заехал взять последние несколько юнитов, и один из них оказался не совсем плохим, как могло показаться. Очень много мебели, и эта мебель завернута вот в такие вот одеяла, что мне в свою очередь было непонятно на фото. Я думал, что это возможно предметы искусства, но по поводу предметов искусства опять, опять, опять какие-то картины. Нужно это все дело разбирать. Да, я еще тени продал. Ну, ладно. сейчас покажу вам здесь кое-что интересное. В частности, вот этот вот камин. Такой домашний электрический каминчик. Да, недорого, но я думаю соточку другую. О, а здесь еще вот такая штучка. какой-то проигрыватель. Проигрыватель чего-то непонятно чего. Так вот, и здесь у нас пошли разного рода интересные вещи. Насобирал коробочку с драгоценностями. правда, там бижутерии очень много. И часы, 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 часы. Человек очень любил часы. Да, конечно, если бы он любил дорогие часы, я бы его понимал. не знаю, нужно все это смотреть. Есть ли здесь что-то, что может стоить денег. У меня есть некие сомнения по этому поводу. Кенет Коль, да, у меня были в Юнити уже найдены такие часы, они стоят недорого. Так, ну, может быть серебро, вообще что-то непонятное. здесь, здесь, здесь тоже. Хотя вот такие вот штучки бывают серебряные. Я уже продавал, продавал такие серебряные украшения. Ну, точнее не продавал, а я их сдаю ломом, чтобы не мучиться и не терять время. да, очень легенькое. Мне кажется, что это серебришко, да, это на небольшую какую-то сумму. Это вообще ерунда. а, ну, вот здесь вот 925. Сережки. Еще сережки. Ну, и здесь также в этой коробочке я уже насобирал какие-то часы, колечки. вот 925. Батарейки это нам нужны будут для того, чтобы проверять устройства, которые найдены. Часы, часы, часы. Браслет. Да. Ну, не золото. К сожалению, не золото. Даже вот такие маленькие часики одеваешь на пальчик и ходишь, гуляешь по району. Да, но об этом, обо всем я расскажу уже в следующем выпуске. Я желаю всем как можно больше здоровья, путешествий и до новых встреч. Ребята, что же вышло за последний месяц? За последний месяц вместе с 5 юнитами, которые я купил в один день, прибыль вышла общая порядка 17 тысяч долларов. Точнее, даже не прибыль, а общий заработок с этих юнитов, потому что потратил я туда около 2 тысяч долларов вместе с бензином, с самими юнитами, со всем тем, что их окружало. Из чего складывались эти деньги? Из продажи драгоценностей. Драгоценности продаются быстрее всего, потому что золото и серебро я просто привожу на лом, и это все сдается. Но не продано очень много алмазов, 38 штук, по которым пока я не нашел хороших специалистов. Помимо этого не продано вещей очень много. Раритетной аудиоаппаратуры, которая тоже тянет, наверное, на 1500-1700. В общей сложности не проданными остаются около 12-13 тысяч товаров, часть из которых вполне возможно не продастся и просто будет выкинуто или подарено кому-то. Но помимо всего прочего, деньги заработаны, система это, конечно, такая себе очень сложная в своем роде. Тебе нужно обязательно работать с ЭБМ, обязательно работать с площадками, или ты просто едешь постоянно на свалку, все это дело скидываешь, и в конце концов получается так, что ты ездишь юнит-свалка, юнит-свалка, юнит-свалка. Да, конечно, не хотелось бы, потому что очень много хорошей мебели попадается, и не хочется ее выбрасывать. Для этого я взял несколько сториджей и складирую там все это дело, но сейчас принял решение, что не продающиеся вещи буквально недели-две и едут на свалку со всем остальным, что находится крупного в юнитах. Друзья, а я экстренно оказался на юге Майами, где-то в районе Винвуда или Брикеля, не совсем понятно, но очень интересно. Я желаю всем как можно больше здоровья, путешествий и до новых встреч!